И мы с вами готовы, как всегда, с молитвой в сердце. Мы просим Всевышнего, чтобы нам была помощь в понимании сложных вопросов, и чтобы мы не ошибались, чтобы не вводили в заблуждение ни себя, ни других, чтобы мысли наши были ясные и четкие, и все направленные на Тору, который учит во имя самой Торы, а не ради каких-либо побочных. Целей. Сегодня я планировал немножко задержаться по вашей просьбе, особенно по просьбе Виктории, на буквах, на смысле букв. Тема сама эта по себе очень интересная, она неисчерпаемая. Хочу напомнить вам, что в трактате Мноход приводится две Агады. Они совершенно разные. Говорится о том, что когда Маше поднялся наверх для того, чтобы получить Тору, поднялся на гору Синай, он увидел Всевышнего, который сидит и привязывает венчики. Венчики, Тагим, о которых мы говорили, что над буквой Зайн, когда она сама по себе и когда она является составляющей каких-либо других букв, над ней ставятся черточки. И вот Маше увидел, что Всевышний сидит и привязывает черточки к буквам. Другая Агада, она нам рассказывает, что Маше, когда поднялся наверх, он увидел, что Всевышний сидит и занимается законом красной коровы. То есть законом того, как приготовить пепел, коровы, которые впоследствии используются для очищения ритуальной нечистоты, полученной человеком от прикосновения к мертвому телу или к тому, кто прикосался к мертвому телу. Конечно, все моменты нужно понять и осмыслить. И здесь мы с вами очень легко можем себе представить, что есть два аспекта дарования Торы, два канала, скажем, по которым Тора проходит в мир. Или, скажем, аспект подготовки каналов и аспект прохождения света в мир, может быть, так лучше было бы сказать. И закон красной коровы, закон очищения от ритуальной нечистоты, мы понимаем, что как образ, когда Маше поднимается на гору Синай, говорит о том, что Всевышний хочет дать свет в мир, и Он готовит чистоту. Это, наверное, не только ритуальная чистота, это чистота мыслей, чистота понимания. Всевышний помогает достичь их. И, опять же, в Талмуде говорится, что тот, кто хочет очиститься, помогают ему. Тот, кто хочет загрязниться, перед ним открывают дверь. Не помогают, а открывают дверь. У него есть такая возможность. То есть Всевышний всегда помогает в мир дать чистоту в плане ритуальной чистоты. Это одно, а как образ, чистота мыслей, чистота восприятия, чистота понимания единства Всевышнего. Всегда есть помощь для всех тех, кто этого желает. И вот это одна, как бы, картина, а может быть, это две стороны одной и той же медали, как бы, просто они рассказаны вдруг, в двух годах. А другая картина Всевышний привязывает венчики к буквам. У нас есть такой момент, опять же, образы законов Торы. Мы постараемся о них поговорить. Мы представляем себе, что буквы – это как каналы, по которым проходит свет. И вот сам по себе клав, пергамент Торы, белый, он как бы символизирует бесконечный свет, а на него наносятся буквы. Буквы черные, потому что, естественно, что каждый канал – это некоторые сужения, сокращения. Это ограничение света. Но в то же время у этих каналов есть какой-то элемент связи с бесконечным светом. Не только с ограниченным светом, который внутри них, но и, естественно, со светом, который вокруг них. Со светом, который не ограничен самой буквой, а светом, который вокруг нее. И вот как бы указанием на то, что эта связь существует, являются вот эти черточки, которые ставятся над буквами. И когда Маше увидел, что Всевышний ставит черточки над буквами, привязывает, как говорится в Игоде черточки к буквам, да. Он понял какой-то момент, и представляете, что он сказал Всевышнему? Он сказал Всевышнему, дай Тору через кого-нибудь другого. Дай Тору через кого-нибудь другого. И Всевышний показал ему Раби Акива. Маше как бы заглянул вперед, в будущее. Увидел Раби Акива или человека такой вот особой силы. Особой силы, которая, как говорит трактат Миноход, в каком-то смысле даже превосходит силу Маше. Но мы здесь не будем доставать весы и класть на них Маше и Раби Акива и сравнивать. Нам это не важно, просто важно то, что у Раби Акива огромная сила. И в чем-то, в чем-то он даже превосходит, он в чем-то превосходит даже Маше. И только когда он слышит от, как бы, Раби Акива в этом видении, он слышит, что Раби Акива говорит своим ученикам, что вот это Галаха, это Галаха от Маше Синайя. То Маше успокаивается. Он понимает, что все самые, как бы, непонятные вещи, или даже самые новые вещи, которые его выходят из устра Ави Акива, они связаны с его учением, связаны с учением Маше. И даже когда Маше, может быть, не видит этой связи в этом видении, они все-таки связаны с учением Маше, и сознание Маше успокаивается. О чем говорит эта Агада? Маше, когда увидел, что Всевышний привязывает венчики к буквам, он понял, что речь идет о даровании Торы на очень высоком уровне, когда бесконечный свет войдет в этот мир вместе с Торой. Он чувствует, что он не готов и просит дать через кого-то другого. И Всевышний показывает ему, что через много лет будет Раби Акива. Маше думает, что Раби Акива – это нечто новое, какой-то источник, которого нет на горе Синай. Но потом убеждается, что источник все равно на горе Синай только происходит раскрытие Торы такого плана, что в мир приходит как бы новый свет. И здесь мы с вами вспоминаем Агаду, о которой мы с вами говорили, что Раби Акива выводил законы Торы из хвостика, который надьют. И мы понимаем, что эти две Агады очень хорошо между собой сочетаются, что это Агада, который рассказывает о видении Даном Маше, когда он видит, как Всевышний присоединяет тонкие черточки к буквам. И то, что Раби Акива учит голохот из черточки над буквой ЙОД, мы понимаем, что все это указывает на великое учение, которое призвано не только раскрыть все детали учения, но и наполнить это учение светом, новым светом, светом, можно сказать, хотя бы условно, светом бесконечности, на это, скажем, вот эта Агада выводит нас на такие проблемы. Интересно, отсюда мы с вами можем перейти и сказать, что все голохот, которые у нас есть, все законы, они отражают, как мы с вами говорили, духовные миры. Можно сказать, что любая голоха, любая заповедь, она есть проекция, некоторая проекция из духовного мира на материальный мир. И в материальном мире детали голохи, детали закона, они как бы повторяют некоторые духовные структуры. В этом плане интересно, что, как вы знаете, Тора пишется, ни в коем случае не пишется железным пером, а пишется мягким гусиным, как правило, гусиным пером, то есть мягким пером пишется Тора. Для чего? Для того, чтобы не поцарапать клав, не поцарапать пергамент. С одной стороны, ничего страшного, какая разница там, это углубление, оно все равно не будет видно и не будет заметно, оно практически не эстетически не имеет никакого значения, но это нельзя делать с точки зрения как бы закона Торы. И в этом есть отражение духовного момента. Мы представляем, можем представить себе, как бы что низший мир по большому счету не влияет на высший мир. То есть мы можем молиться Всевышнему, мы можем просить Его, мы можем благодаря Всевышнему привнести изменения в наш мир, но мы, как бы в шутку говоря, не можем изменить Всевышнего. Или, скажем, если говорить о бесконечном свете, мы можем какие-то элементы бесконечного света привнести в наш мир. Мы можем приблизиться к бесконечному свету, но мы не можем повлиять на бесконечный свет. Поэтому и буквы записываются таким образом, чтобы не царапать клав, не царапать пергамент. И закон предполагает, что буквы должны, по крайней мере, от носительности легко стираться, не прикрепляться как бы к клаву, к пергаменту. В этом плане в трактате «Рувин» на 13 листе есть очень интересная «Агада про Раби Мейра». И мы с вами... «Агада про Раби Мейра». И о нем рассказывается, что он как раз добавлял клей, который называет... Гемара называет конкантон. Он добавлял клей в чернила. В чернила, которые тоже пригодавляются особым способом, чтобы они были черные по-настоящему. Значит, он туда добавлял клей и писал Тору. Ему мудрецы сделали замечание и сказали, что... Ну, вот Раби Мейра, как бы они ласково ему сказали, да? Ну, вот если ты ошибешься и начнешь стирать буквы, и окажется, что ты не можешь стереть, и тебе будет жалко, и ты оставишь неправильную букву, и у тебя получится ошибка. Раби Мейр им сказал так. Ошибиться я не ошибусь. Я прекрасно знаю все полные и полные и неполные написания. То есть те слова, которые пишутся, скажем, с буквы ВАВ, которая передает звук О, и те, которые пишутся без буквы ВАВ, там, где должна была бы, скажем, в наше время в печатных текстах стоять точка Холем, да, вот, но нету самой буквы ВАВ. Я знаю все слова, где полные и где неполные. Ошибиться я не ошибусь. Но представьте себе, говорил Раби Мейр, вот я буду писать, и прилетит муха, и сядет на... и сядет на кончик буквы Далит, на ее чубчик, который сзади, и своими, если у меня не будет клея, своими лапами она сотрет или смажет этот хвостик, а эта буква Далит, она в слове Ихад, в слове один, и у меня получится вместо Ихад, у меня получится, у меня получится слово Ахер, другой, то есть вместо Бога один у меня получится Бог другой. Разве это можно? Вот поэтому я добавляю клей. За этой Агадой несколько шутливый скрывается смысл большой, что Раби Мейр, ученик Раби Акива, он... ученик Раби Акива, он нес как бы в себе, в своем учении, нес учение Раби Акива, и по определенным причинам, по такой особой галахе, он шел на то, чтобы добавлять клей в буквы. Почему? Раби Мейр объяснил, что все его учение, может быть, мы с этим еще сегодня встретимся, оно было на то, чтобы подчеркнуть единство Всевышнего. Его учителем, одним из его учителей, как вы помните, было лишь Эбенавуя, который пришел, поднялся высоко в духовный мир, у него были видения, близкие к пророческим видениям, и, как вы помните, он ошибся, и он сказал, что, наверное, есть в мире две власти, одна творит добро, другая творит зло, и он оставил соблюдение заповеди. Всю жизнь Раби Мейр старался исправить учение Ильи Шебенавуя, он даже не оставил Ильи Шебенавуя после того, как тот перестал соблюдать заповеди, и старался взять его учение, все существенное, что есть в его учении, и отбросить все ошибки. И мы в этом несколько таком насмешливом ответе Раби Мейр, мы чувствуем серьезную ноту. Серьезная нота, она говорит о том, что в наше время нужно стремиться к пониманию, осознанию, особому осознанию единства Всевышнего, которое, может быть, было естественно для евреев до этого времени, до времени римского владычества, а в наше время требует определенных усилий. Вот, говорит Раби Мейр, поэтому я делаю что-то подобное, тому, что делаю Раби Акива. Раби Акива стремился связать, как бы, каналы с бесконечным светом и привнести, установить такое соприкосновение, скажем, каналов с бесконечным светом, светом наполнить еще больше буквы, буквы бесконечным светом или отблеском бесконечного света. А я вот что делаю, да, я эти буквы, как бы, которые символизируют каналы, я их привязываю к бесконечному свету. Я хочу, чтобы они не только своей, как бы, внутренней частью воспринимали отблеск бесконечного света, все каналы, которые есть в мире, которые есть в душе евреев, связанных с Торой. Я хочу, чтобы они не только своими вот этими каналами воспринимали, как бы, внутренней частью, но и внешней частью они соприкасались бы с бесконечным светом, еще полнее ощущали бы божественное присутствие. Мы видим, что за простыми Агадот, от Талмуда. Там мудрецы спорили, можно ли таким образом делать, можно ли поступать, как поступал Раби Мейер, в конце концов, скажем, решение оно такое, что в крайнем случае можно поступать, как Раби Мейер, это не очень желательно, но Раби Мейер очень хорошо знал, что он делал, и как бы оставили его с тем, что он делал. Так что вот мы понимаем, что Раби Мейер приклеивал буквы к пергаменту, а его намерение было приблизить сердца сыновей Израиля к бесконечному свету, к тому свету, который был в мире, когда стоял храм, и связать сыновей Израиля как можно полнее с буквами. Это, скажем, такой рассказ. Вы просили обсудить буквы, а буквы обсудить очень трудно, потому что напрямую, скажем, таким образом, это, 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 это символизирует это, а это символизирует это, потому что все-таки здесь нужно многих таких, скажем, не хватает многих, если можно сказать, философских понятий, может быть, или философии Торы не хватает. И вот, скажем, рассказав эти агадот, как видения, я надеюсь, что они нам добавили несколько в понимании такого образа букв, более глубокого понимания образа букв, я хочу с вами, скажем, перейти к такому моменту, к такой агаде, которая нам поможет понять, которая нам поможет понять букву Юда, которой мы с вами говорили, да, что буква Юд, как мы с вами хорошо себя представляем, она представляет собой точку, у которой есть чубчик наверху, который указывает, что что-то есть до начальной этой точки, что она точка начала, но что-то привело к возникновению этого начала, на это указывает чубчик над ней, да, и у нее есть такое как бы хвостик, начало какой-то спирали, которое указывает, что все вытекает из единого начала, да, это я очень коротко вернулся к этому моменту, да, но дальше мы с вами сказали, что дальше мы с вами сказали, что буква Юд, она символизирует бесконечность, да, и здесь необходимо парадоксальное такое мышление представить себе, что в малом, в самом малом скрывается, может скрываться самое большое, самое великое, и на самом деле, вы знаете, я видел у Хармса, Хармса, у него есть замечания, из всех его шутливых замечаний, парадоксальных замечаний, у него есть такой, ну, как бы, полурассказ, полуэссе философское о том, что точка представляет собой, точка представляет собой бесконечность, он рассуждает на эту тему Даниил Хармс, теперь, да, как мы, конечно, сказать это, сказать это просто, но понимание, оно приходит, как бы, когда ты смотришь на эти вещи со многих сторон, и очень, конечно, помогает та информация, которая есть в Талмуде, те, агадот, рассказы, которые есть в Талмуде. У нас в, у нас в трактате Бхурот, да, у нас с вами присутствует на восьмом листе присутствует и года о том, как Раби Яшуа бен Хананья отправился, отправился спорить с греческими философами. Само по себе агада очень интересная, которую, которую объясняет с разных сторон морал в своем труде, который называется Хидуши и агадот, скажем, новое, можно так сказать, сегодня мы перевели как бы новое исследование, новое исследование агадот, да, он объясняет там а нас из всего этого будет волновать, скажем, интересовать один определенный, один определенный момент, что это за момент, да, Раби Яшуа спорит с греческими мудрецами, у них такой, у него такой договор, который он находит в какой-то пещере и так далее, понятно, что все это аллегории, вот, он выигрывает споры, у них договор такой, что если он выигрывает споры, он их забирает с собой к римскому императору, который на самом деле послал его к мудрецам греческим, да, и Раби Яшуа выигрывает спор, который весь морал объясняет интереснейшим образом, мы понимаем, что это настоящая, как бы, еврейская философия, которую невозможно приоткрыть, если ты, если тебе не помогают вот, такие, скажем, если так можно поздравительно сказать, исследователи философии и Талмуда, вот, на самом деле, люди, передающие традицию на ее глубочайшем уровне, такие, как Маорал, да, вот он объясняет весь этот, Маорал объясняет весь этот спор, но, опять же, я сказал, что нас интересует вот какая деталь, Раби Яшуа забирает с собой греческих мудрецов, как рассказывается в трактате Бхурот на восьмом листе, и он едет с ними обратно к римскому императору, и вот есть в океане, в океане есть место, в котором вода проглатывает воду, Раби Яшуа набирает оттуда, Раби Яшуа набирает оттуда из этого места воду, и когда они приезжают к императору, то греческие мудрецы ведут себя перед ним, перед императором ведут очень нагло, тогда император говорит, Раби Яшуа делай с ними что хочешь, Раби Яшуа берет бочку, наливает туда воду, которая проглатывает воду, и обязывает, вот такой силы императора, приказом императора, обязывает греческих мудрецов наполнить эту бочку, вот они наполняют эту бочку, и ничего у них не получается, у них кончаются силы, падают без сил, бочку они наполнить не могут, потому что вода проглатывает воду, вода проглатывает воду, этот момент появляется в нескольких местах в Талмуде, что он означает, он означает такую простую, может быть не очень простую, но такой простой или не очень простой момент, что малое может вмещать себя в большое, вот такой образ, что скажем, в океане есть место, где одна капля может поглотить весь, вобрать себя весь океан, если мы представим это с поэтической точки зрения, то мы можем представить себе, что действительно такой момент момент может как бы в поэтическом плане существовать, мы можем представить себе, что одна капля океана или небольшое количество воды океана, оно может отражать в себе все, отражать в себе все небо, да, или, по крайней мере, передавать, передать голубизну, голубизну неба, но это поэтически, а если говорить о том, что мудрецы действительно имели ввиду, то есть здесь такой момент, да, есть как бы моменты, когда духовный мир, духовный мир прорывается в мир материальный, и эти моменты можно, может быть, глобально, может быть, не совсем точно, но все-таки так в общем можно назвать жизнь, всякий раз, когда мы встречаемся с жизнью, да, мы встречаемся с явлениями, с явлением необычным, которые не встречаются в материальном мире, да, мы встречаемся с тем, что малое, по крайней мере, в каком-то смысле содержит в себе большое, да, вот, скажем, зерно содержит в себе в каком-то смысле дерево, одна клетка человека, как мы можем представить, она содержит информацию обо всем человеке, да, из одной клетки или нескольких клеток, клеток вообще образуется человек, говорят, что из одной клетки можно восстановить человека, может быть, наука к этому еще не пришла, но, по крайней мере, теоретически считается, что это, считается, что это возможно, да, то есть малое, да, оно содержит в себе большое, то есть в одной, в одной клетке уже содержится человек, он разовьется оттуда, оттуда, из этой клетки, он примет формы, да, и, но в потенциале, как бы, там уже он, человек содержался, то же самое, можно сказать, и о дереве, да, и каждый, каждый раз, когда мы сталкиваемся с жизнью, мы сталкиваемся с подобным явлением, когда малое, по крайней мере, в каком-то смысле, выбирает себя большое, да, вот мы понимаем, что есть, как бы, такая точка, соприкосновения материального мира и духовного, да, когда духовный мир входит в материальный мир, входит душа, когда появляется в материальном мире душа, которая подчиняется совсем другим законам и, другим пространственным временным параметрам и оценкам, если вообще она как бы укладывается в пространственные временные временные параметры, да, и вот эта такая точка соприкосновения, да, она как бы характеризуется тем, что вот, скажем, малое содержит себя большое, или, как мы с вами видели, такой несколько, скажем, прогресс в этом плане, или еще один шаг, когда берем точку, и о точке говорится, что она представляет собой, она представляет собой бесконечность, да, но также можно представить себе и теорию Большого взрыва, что весь мир возник из одной точки, интересно здесь в скобках заметить, что Рамбан Нахманит, Рамбан Нахманит, он говорит о том, что в своем комментарии в Берешид, да, на слово Берешид, он говорит о том, что весь мир возник из одной маленькой точки, да, то есть он как бы в 13 веке предсказал теорию Большого взрыва, да, говорит о том, что весь мир и его материальные и духовные структуры, все это возникло из одной маленькой точки. Вот если мы, если мы представляем себе, если мы как бы проговорили все эти моменты, да, которые не являются, скажем, математически точными, но они нам приоткрывают какие-то моменты связи с духовным миром, проникновение духовного мира в материальный мир, научат нас какому-то ассоциативному мышлению. Если мы это все с вами приговорили, я думаю, что мы с вами полнее понимаем букву «ют», да, которая, как мы с вами видели, важна не только сама по себе, но важна и как составляющая других букв в каждой и каждой букве, мы сейчас немножко вернемся к этому, она указывает на какой-то определенный момент, на какой-то определенный аспект, да. То, что еще можно сказать интересного, скажем, на мой взгляд, про букву «ют», то, что, может быть, мы с вами обсуждали, то, что сначала имя Яшуа было в Уше, такое имя ему дали при рождении, такое имя у него было в пустыне, и только когда, перед тем, как послать разведчиков на второй год пребывания в пустыне, Маше изменил имя Уше на Яшуа, как нам рассказывается в главе «Шлахлыха» в книге «Бымидбар». С чем это было связано? Есть замечательный, прекрасный комментарий Рава Розена, которого, к сожалению, уже нет в живых, но он объяснял так, что, вот как мы с вами и говорили, что каждая буква является определенным каналом и дает человеку определенные свойства духовного мира, да, то есть, или, точнее сказать, что у человека в душе есть определенные каналы, и каждая буква – это символ этого канала, она указывает на то, что у человека есть в душе такой канал, да, но и, как бы, в ее написании отражаются свойства этого канала. Так вот, Рав Розен, он говорил о том, что буква «Гей», с которой начиналось имя «Хушеа», оно указывает на рациональное, больше на рациональное мышление, на вопрос, да, в иврите, как вы знаете, в ивритской грамматике есть «Гей Ашейла», «Гей», который вводит вопрос, да, вот, «А есть ли», да, «А стоит ли», да, вот, эти такие моменты, они начинаются с буквы «Гей», которая говорит о вопросе, поскольку земля Израиля, как мы с вами знаем из Рав Кука, из первой его статьи, которую мы, в общем-то, обсуждали с вами, мы знаем с вами, что землю Израиля нельзя понять с рациональной точки зрения, да, то Маше очень хотел, чтобы в душе Яшуа превалировало не рациональное, а, скажем, интуитивное восприятие, не рациональный анализ, а интуитивное восприятие. Интуитивное восприятие, оно цельное, да, оно близко к пророчеству, к соприкосновению с духовным миром. И буква «Юд» как раз указывает на такой канал, да, на такой канал в душе человека. Один из моментов, который связан с буквой «Юд», это интуитивное восприятие такое, цельное, как бы, соприкосновение с духовным миром, видение, видение цельной картины, единство, да, а не анализа, разбиение, как бы, на отдельные части, сопоставление, анализа противоположностей, да, вот то, чем отличается рациональное мышление. Совсем нет, да, буква «Юд» указывает на полную, такой, поиск полной цельной картины. Для того, чтобы придать Яшуа эти свойства, да, Маше поменял его имя и поставил на первое место в имени, вместо буквы «Г» поставил букву «Юд». Естественно, еще нужна была молитва, и Маше молился за Яшуа, вот, чтобы он, о чем он молился, и этот момент нам раскрывают, а молился о том, чтобы он не подходил к рациональному, к земле Израиля с точки зрения рационального анализа, а подходил с точки зрения такого интуитивного ощущения земли, а не анализа ее разума, да. Давайте я здесь остановлюсь на секунду. Вот, и спрошу вас, есть ли у вас что-то спросить, вот, а дальше, если что, так мы можем с вами продолжить постараться еще как-то раскрыть вот эти моменты, о которых мы стали говорить. Пожалуйста, я весь внимание, если у вас есть какие-то вопросы. Хорошо. Если вопросов нет, то я хотел продемонстрировать вам в ответ на вопрос, который был задан в прошлый раз, да, существует ли некоторая литература, которая позволяет представить себе символику букв и понять эти символы, которые раскрывают нам свойства каналов, которые есть в душе у человека, каналов, выводящих его на бесконечный свет, или, по крайней мере, на отбрес бесконечного света. Вот, я хотел бы, скажем, продемонстрировать, да, вот есть, есть такая книга, да, она называется «Утийодда Раби Акива», «Буквы Раби Акибы». Это книга периода Гаонов, то есть где-то 8-9 век, но она, безусловно, отражает древние учения, гораздо более древние, чем могли, как бы, сами Гаоны произвести, да, или просто они несколько обобщили, рассказали на языке, может быть, несколько своего времени, учения, которое тянется в основном от Раби Акива и анализирует буквы, да. Вот, что, значит, я хотел вам продемонстрировать, просто, насколько, насколько это трудно, скажем, насколько это трудно, просто пробиваемая, пробиваемая вещь, она требует большого обдумывания, иногда на протяжении многих, многих лет. Вот, в качестве примера просто, да, я вот открыл «Утийодда Раби Акива», «Буквы Раби Акива», они разбиты по темам, да, и одни и те же буквы даже обсуждаются с разных сторон, в разных темах, да, и вот первое – это человек и его свойства. «Утийодда Раби Акива», да, «Алиф Таф Бет Шин», да, есть такой прием, который называется «Адбаш», да, сразу нужно как бы это понять, это нужно знать, то есть мы, когда читаем «Алиф Таф Бет Шин», если человек не знаком, он не знает, о чем пойдет речь, чтение пойдет о том, что между первой буквой и последней буквой есть какая-то взаимосвязь, явная, неявная, она существует между «Алиф» и «Таф», да, а дальше между второй буквой и второй с конца, между «Бет» и «Шин» есть некоторая связь, да, вот, и иногда можно прийти к какому-то более-менее осмысленному такому комментарию, если заменить «Алиф» на «Таф», а «Бет» заменить, скажем, на «Шин». Не всегда, но в некоторых случаях можно получить очень яркие моменты, да, и вот первое то, что говорит Раби Акива, я буду говорить прежде всего по принципу «Адбаш», о первой букве «Алиф» и о связанной с ней букве «Таф», да, вот, и «Алиф», что такое «Алиф»? Это первый человек, да, что я понял отсюда, да, может быть, у меня зародились какие-то мысли, но конкретно я пока ничего не понял, я, конечно, могу сказать, что «Адам» начинается с буквы «Алиф», что буква «Алиф», она, видимо, важная в слове «Адам», но конкретно я пока ничего не понял, да. Дальше говорит Раби Акива «Таф». Почему «Таф», да, я говорю об «Адаме», так, значит, я буду говорить и о букве «Таф», которая заменяет «Алиф», может заменять «Алиф» для «Комментария». Очень хорошо, что я знаю про «Таф», что она – начало творения мира. И очень интересно. Любую, мы с вами уже представляем, что творение мира можно представить по-разному, как бы, да, и увидеть в нем разные, так сказать, начала, да, разные начала. Здесь Раби Акива говорит, что «Таф» – это начало творения мира, да. Надо понять, почему, да. Пока только, 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 только одни загадки, да. Продолжает Раби Акива, что весь мир сотворен словом Всевышнего, а Адам сотворен руками. Вот. И откуда мы знаем, что весь мир сотворен словом, приводится цитата из Таилим, из 33-го псалма, «Ки-гу, амал бы, ибо Всевышний сказал, и стало все». Вот. То есть, здесь выбрали в этой книге в начале, выбрали строчку из Таилим, не стали обращаться непосредственно к Торе, выбрали строчку из Таилим, которая подтверждает то, что весь мир сотворен словом, а человек сотворен руками. Очень, может быть, поэтично, но совершенно непонятно. Мы с вами попытаемся разобраться, да. Для того, для чего я это делаю? Да, для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли книги, да, есть ли книги. Вопросы – да и нет. Книги есть. Но есть такие книги, про чтение которых напрямую, оно мало что дает, или ничего не дает. Я бы даже сказал, дает отрицательный результат, потому что если просто повторять информацию, как мантры или какой-то опиум для народа, то, что написано в этих книгах, я думаю, что результат, он отрицательный, да. Вот мы с вами попробуем, скажем, отрицательный результат, полную непонятность превратить в положительный. Давайте попробуем. Я для этого открою сейчас экран. Вот совместное использование экрана. Я найду с вашего разрешения то, что нам нужно. То, что нам с вами нужно. Одну секунду. Вот. И секунду, 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 что нам взять? Нет, не то, скажем. Сейчас, секундочку, еще одну секунду. Найдем с вами нужные. А в крайнем случае я... Вот. Да. Вот. Здесь для того, чтобы нам разобраться, да, для того, чтобы разобраться, нам еще, наверное... Ну, да. У нас есть... У нас есть слово... У нас есть слово «Амар сказал». Да. Это слово, оно фактически является... Оно фактически является... Как это сказать? Рашид и вот... Аббревиатурой основных, скажем, моментов, на которых строится мир. Это... Эш, Майем и Руах. Огонь, вода и, можно сказать, воздух, можно сказать, ветер, да. Вот на этих моментах строится весь мир. Что это значит, да? Тора далека от того, чтобы говорить, что, скажем, есть четыре элемента, там, скажем, огонь, вода и воздух, и праг земной, земля, из которых строится весь мир, они являются основными элементами и так далее. Нам все-таки больше близка таблица Менделеева, чем заявление о том, что есть вот какие-то четыре элемента, на которых основывались предшественники Аристотеля, основывался сам Аристотель. Вот для нас это больше понятие, понятие метафизическое, да. Если мы, если мы говорим, что мир создан словом, да, то мы представляем себе, да, что основа мира такова. Есть, есть, мир представляет из себя как бы скрытие, да, он создан словом, он представляет собой скрытие, Всевышний может, может превратить его в речь, да, в некоторое раскрытие, но, скажем, тоже не полное раскрытие, да, и основное, что существует в этом мире, да, это стремление, условно говоря, вверх, как огонь, стремление к духовности, стремление создать материальные формы, иногда, может быть, выразить духовность в материальных формах, это стремление вниз, это вода, которая всегда стекает вниз, да, и есть, скажем, ветер, который всегда мечется между горячим и холодным, между огнем, более горячим огнем и водой, да, который пытается, если так можно сказать, стать совмещением этих моментов, стремление вверх, стремление к чисто духовному миру, или стремление к материальному миру, к увеличению материальных форм, да, это то, что, то, что здесь сказано в книге, в начале, в книге буквы Рабиакивы сказано, что весь мир создан словом, да, то есть в нем, в нем есть, скажем, да, скрытие, и в нем есть стремление к духовности, которое, как бы, не видна, и, как бы, скажем, да, есть стремление того же человека, скажем, к, в материальном мире есть стремление к духовности, когда душа рвется куда-то, как огонь, есть стремление к материальному, вот, потому что явный источник не виден, есть сметание между материальным и духовным, попытка соединить эти моменты, это мир, а если говорить о человеке то, что он создан руками, то, что он создан руками, прежде всего буква ТАВ, для того, чтобы представить себе, скажем, букву ТАВ, название буквы ТАВ указывает, ТАВ это черта, так же как КАВ черта, несколько другая черта это КАВ, как бы весь мир создан, весь мир создан чертой, и тут мы, и А буквой ТАВ, весь мир создан буквой ТАВ, дальше мир создан словом, а человек создан руками, если мы посмотрим с вами на букву АЛЕФ и вспомним то, о чем говорили, мы увидим с вами, как бы раскрытие, развертку той информации, о которой мы с вами говорим, весь мир создан чертой, да, вот она здесь буква АЛЕФ, черта, средняя, да, вот, Адам, человек создан руками, то есть двумя юдами, потому что юд это как яд, как рука, да, вот, и, а можно сказать, и как бы, да, и одним юдам, у которого одна страна ближе к бесконечности, а другая ближе к сотворенному миру, да, и эти, скажем, две бесконечности, они имеют между собой какое-то, какое-то соприкосновение через, через эту, через эту черту, они, как бы, знают друг друга, да, и у них есть взаимное стремление к друг другу, совсем другое, если мы берем, как бы, в другое, в... и таким образом создан человек, он создан руками, да, или, да, создан буквой, буквой йод, буквой йод, яд, да, яд и яд, да, рукой и рукой, правой рукой и левой рукой, да, которые, да, которые, как бы, очень близки друг к другу, иногда отображают две стороны одной медали, та, которая ближе к бесконечности, и та, которая ближе к материальному миру, да, и, да, это то, что нам сказал Раби Акива, мир создан чертой, разделительной чертой, скрытием, да, вот, Адам дальше создан руками, и у нас получилось Али в Какадам, да, а дальше весь мир, в котором есть, в котором есть перегородка, перегородка сильная, в которой, скажем, мир это мир скрытия, да, перегородка, она не предполагает такого соприкосновения с духовностью, и в мире есть метание, стремление возгласиться, приближение к материальным формам, и, как бы, стремление совместить эти моменты, но этого совмещения его, как бы, не происходит, есть вечное такое движение в, движение в мире, да, то есть, да, вот мы представляем себе, да, момент трудный, да, но опять же, для того, чтобы понять, что с книгами, с этими справиться не так-то просто, да, мы прибыли, вдруг нам Раби Акива говорит, что мир создан чертой, мы, что значит чертой, тав, буквы тав, чертой, значит, как бы, да, Всевышний взял и отделил один мир от другого, как он впоследствии отделил верхние воды, отделил от нижних вод, да, верхние воды – это духовный мир, нижний мир – это материальный мир, да, вот так же мир создан чертой, взял и провел черту, да, дальше есть, дальше есть человек, который, как бы, соприкасается с этой чертой, да, и живет в состоянии такого соприкосновения, и, как бы, следующий момент, который мы с вами судили, это значит, что он создан руками, да, яд в яд, юд в юд, да, вот, а есть мир, в котором есть постоянное метание, стремление какое-то интуитивное возвыситься к духовному, которое плохо видится и плохо ощущается, но есть желание подняться к нему, как бы, да, из-за этого, как бы, материальные формы, как мы представляем, они прогорают в огне, есть, наоборот, увеличение материальных форм, да, есть средняя линия между этим – это дух, да, мир постоянного, мир постоянного метания и человек, которого Всевышний, как бы, постоянно держит в своих руках, да, опять я остановлюсь и спрошу вас, что хочется обсудить, что хочется добавить, вот, и, если что, так мы сделаем еще несколько шагов, да. Да, Радзеев, осталось непонятным, почему буква ТАФ – это черта? ТАФ – это черта, как, 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 как слово, да, буква ТАФ, да, она означает черта, последняя черта, подведение, подведение черты. В ее старое, ее старое изображение был такой, как бы, буква Х, да, вот, то, что если мы там сегодня ставим галочку, как, заканчивая какую-то работу или отмечая там, что мы что-то сделали раньше, ставили такой Х, да, и в этом плане тоже буква ТАФ указывает на, на конец, на подведение черты, да, вот, в этом плане она близко к букве КАФ, о которой, может быть, мы сегодня еще поговорим, да, вот, но просто как идея по своему названию, да, эта черта, последняя черта, да, она есть, как бы, последняя завершающая буква в алфавите, а вот тут Раби Акива нам открыл, что мир, да, во-первых, как говорится в книге Зоор, все буквы стояли в круг, то есть не было определенного начала, да, и мы понимаем, что в каком-то смысле можно говорить о каждой букве, как о начале мира, каждая буква, в мире есть много аспектов, и каждая буква отражает этот аспект, другое дело, какой из них является главным, какой поставить на первое место, да, и в этом, в этом плане Раби Акива нам сказал, что мир был сотворен чертой, то есть разделительной чертой буквой та, в которой разделила между духовным и материальным миром, да, и когда он сказал, что мир был сотворен, что человек был сотворен руками, он подчеркнул, да, что человек как раз вот он живет, если так можно сказать, на этой черте, он способен совмещать духовный и материальный мир, чего нету ни в одном элементе, элементе природы, нету в мире, который, который, скажем, да, живет в состоянии постоянного метания, постоянной множественности, да, которое выражено вот этими тремя элементами – огонь, вода и воздух, да, вот как, окей, да, вот видите, мы, я как бы не хотел начинать эту сложную тему, сложную для, сложную тоже и для меня, подскоку, ну, пойди найди слова для выражения таких идей и все, да, ну, вот как-то мы сюда попали через законы субботы, попали в буквы, надеюсь, что это нам, если даст какое-то представление, вот, в таком плане, плане Торы. Хорошо. А можно вот, нет, вроде очень интересно и более-менее понятно, а можно сказать, что сокрытие – это еще и, как бы, да, там, ограничение бесконечности, да, когда человек создавали, вот его ограничивали, про это сокрытие можно сопоставить с ограничением, если бы нет? Безусловно, безусловно, да, вот, но как раз мы говорим, что, как бы, да, подчеркивается, что у человека есть точка, как бы, соприкосновения, да, вот, как бы, то, что говорит Раби Акива Всевышний, создал человека руками, да, как бы, одна рука со стороны духовного мира, а другая рука со стороны физического мира, у человека есть это соприкосновение, в отличие от всех остальных элементов мира, у него есть это соприкосновение, да, теперь, скажем, ограничение – это, ограничение – это да, ограничение приводит, скажем, к множественности, да, и у нас есть в трактате Хагига на 14-м листе, то, что Раши выписывает в своем комментарии книги Берешит, когда он объясняет слово Шамаем, да, есть очень такой красивый, красивый момент, да, разбирается, что такое Шамаем, мудрецы разбирают, что такое Шамаем в трактате Хагига, а Раши повторяет это, выписывает в качестве комментария книги Берешит. Так что же такое Шамаем, да, есть два момента. Один момент, да, что в слове Шамаем совместились два, два слова Эш и Маем, да, ну, говорят, как же Эш, там же нету буквы, буквы Алиф как-то, ну, говорят, буквы Алиф могла выпасть, да, она там как бы присутствует незримо или незвучно, да, и Шамаем – это совмещение двух слов, да, Эш и Эшу Маем – огонь и вода. Еще говорят мудрецы, что Шамаем можно читать, исследовать, читать по-другому, это Шам-Маем, там вода, да. Если начать разбираться второго момента, то мы можем представить себе, что небеса указывают на какой-то мир духовный, который не имеет ограничений, он, может быть, близко стоит к нашему миру, но, тем не менее, он другой, да. Во-первых, до духовного мира напрямую непосредственно дотянуться невозможно, поэтому есть вот это имя Шамаем, этот мир находится за перегородкой, находится за перегородкой незримой, да, когда мы говорим, когда мы говорим, что Всевышний сотворил небеса, да, Ракия – нечто распростертое, то можно спросить, да, я иногда у детей, у своих внуков спрашиваю, а где небеса, да, начинают думать, начинают соображать как-то, вот, правильный ответ, что небеса повсюду, потому что небеса, то, что имеется в Торе, это та перегородка, которая отделяет материальный мир и духовный мир. И когда человек хочет напрямую, как бы, дотянуться до духовного мира, непосредственно, как бы, ну, вот, скажем, как найти там, найти, найти абсолютный вакуум, да, добраться до абсолютного вакуума, да, отсутствия материи, как мы знаем, что абсолютный вакуум, он недостижим, ни практически, ни с теоретической точки зрения абсолютный вакуум достигнуть невозможно, то есть прорваться туда, там, где нет материи, это невозможно сделать, да, и поэтому слово Шамаем, оно указывает на одно свойство духовного мира, это свойство Шам-Маим, там вода, верхние воды всегда остаются отдаленными от человека, сколько бы он не протягивал руку, кажется, что их можно, можно ухватить духовными рукой, но он всегда остается Шам, он всегда остается там. Теперь это одна сторона, другая сторона, другая сторона, это совмещение воды и, воды и огня, да, то мы можем посмотреть на вещи по-разному, давайте скажем, что духовный мир отличается тем, что в нем совмещаются противоположности, там нет антагонизма, там нет борьбы, там нет четких границ, там есть стремление к единству, и если в нашем мире огонь и вода постоянно враждуют, и огонь иссушает воду, а вода тушит огонь, как в сказке о синей птице, то в духовном мире нету этого противоречия, там огонь и вода существуют вместе, и это Шамаем, это духовный мир, или можно представить себе границы духовного мира, вот таким образом описываются два свойства, Так что вы совершенно правы, да, что в духовном мире, по крайней мере, можно сказать, там меньше ограничений, он стремится к единству, единству пространственному, единству временному, да, И один из таких образов, которые дают наши мудрецы, это совмещение противоположностей, да, вот, И другое свойство, дотянуться до этого мира трудно, просто протягивая руку, как бы напрямую, ничего не получается, скажем, да, путем физических измерений тут очень трудно, или, можно сказать, невозможно добиться результата. Есть такие анекдотические попытки американцев, ну, им уже, слава богу, несколько десятков лет возраста, может быть, полсотни лет сегодня этим никто не занимается. Американцы когда-то хотели понять, сколько весит душа, вот они пытались взвесить человека в момент смерти, чтобы все были живы-здоровы, да, и увидеть разницу между еще живым человеком и человеком, которого покинула душа, и вот так вот установить разницу между, установить вес души. Да, это смешно, потому что душа не характеризуется материальными параметрами, что они там намерили, когда у них получилось 9 грамм, трудно сказать, есть какое-то, возможно, влияние на влияние на тело, косвенный, как бы, бай-продукт, побочный такой эффект, который происходит, может быть, когда душа оставляет тело, вот, но сама душа, она, безусловно, не весит 9 грамм, и нисколько грамм она не весит, она не принадлежит миру ограничений, да, и поэтому не характеризуется такими параметрами, как пространство, время и вес. В трактате, в трактате Брахот, на пятом листе говорится очень красивая вещь, на мой взгляд, что есть пять свойств у Всевышнего, и есть пять свойств, похожих у души, да, что Всевышний, Всевышний находится повсюду, да, вот, и также душа, она наполняет, она наполняет весь мир, да, это прекрасный, прекрасный образ, что на самом деле, как бы, душа, она, она связана с материальным миром, но по своему свойству, она глобальна, и она, как бы, наполняет весь мир, да, что вот Всевышний, Всевышний видит, но сам он невидим, и также душа, она видит, но сама она невидима, Всевышний слышит, но услышать его невозможно, и также душа, и так далее, скажем, вот такие свойства, которые, как бы, характеризуют Всевышнего и душу, они, как бы, приводятся в трактате, трактате Брахо, да, я к чему, к тому, что, скажем, да, вот, душа относится к духовному миру, к тому миру, скажем, где Всевышний проявляется напрямую, и пространство временными ограничениями, она либо не связана, либо связана очень-очень мало, да. Я бы имел в виду под ограничение, как раз, когда душа приходит в материальный мир, потому что, например, появление материального мира, это есть установка ограничений, вот, в смысле, да, и вот этот ют тоже. Да. А, очень хорошо, да, да, то есть, да, как бы, две стороны, две стороны с одной стороны. То есть, появление пространства, появление времени, это, соответственно, ограниченность. Да, да, согласен. А в любой точке времени нельзя, а в более высоких мирах там этих ограничений нет, соответственно, и нет этих объектов, как таковы. Да, вот, замечательно, прекрасно, значит, мы с вами тут, что, как бы, важно, как это все, как это все работает, да, что мы с вами пытаемся вычленить какой-то такой главный образ, а дальше его можно развивать сколько угодно, да, нужно стараться делать это правильно, вот, но дальше можно идти в разных, дальше можно идти в разных направлениях, да. Ну, я, собственно, и вчера, может, раз спрашивал про книги, больше даже, наверное, чтобы находиться в рамках традиции, да, а не уйти в фантазиях, куда вообще, не туда, в том числе. Я понял, что с книжками это тяжело. Да, это очень-очень-очень сложно уже, такие книги требуют работы, и, как раз, это та ошибка, которую допускают некоторые люди, они думают, что можно, как бы, да, как вот есть такое понятие, да, все написано, или спрашивают, где это написано, да, вот, это, часто эти вопросы не имеют никакого смысла, да, потому что, можно, есть вещи, которые можно пересказать, можно цитировать, это имеет какой-то смысл, есть вещи, которые уже бессмысленно цитировать и бессмысленно пересказывать, потому что нужно наполнить это глубоким смыслом, и если это написано таким языком, на котором разговаривали мудрецы, то задача того человека, который хочет такие моменты объяснить, довести это до простых, до простых образов, которые обязательно есть, они присутствуют, да, но они просто не лежат на поверхности, и не передаются, да, вот, это, скажем, да, одна книжка, да, другая книга, которую мы, которую мы можем себе представить, то, наверное, очень коротко, да, это книга, книга Равкуха, которая называется «Рэш Мелин», да, начало, начало слов, может быть, так перевести, это «Рэш Мелин», это арамейские слова, это начало слов, введение, можно сказать, да, может быть, он имел в виду введение, то, что он дает какие-то только вводные какие-то моменты, вот, ну, и то же самое, если мы с вами начнем читать, то, вот, я даже смотрю и думаю, стоит ли, стоит ли здесь сломать язык, да, думаю, что нет, и думаю, что вы мне поверите, что, опять же, вот, у него идет, вот, он описывает Алиф, описывает Бет, описывает Гиммель, не так, как у Раби Акива, там, несколько раз возвращается к буквам в разных темах, рассказывает про Адама, рассказывает про Маше, каждый раз высвечивается какая-то другая сторона букв, это у Раби Акива, здесь у Равкуха он дает, вот, краткое описание каждой буквы, да, вот, но можем с вами, можем с вами еще несколько минут посветить, для того, чтобы продвинуться чуть в буквах, да, вот, уважаемая Виктория попросила все от начала до конца, все буквы от начала до конца, ну, я постараюсь справиться, не уверен, да, что у нас получится разобрать все буквы так, чтобы каждая четко из них вырисовалась и высветилась, но попробуем, попробуем что-то, попробуем что-то еще сделать, да, вот, то, что мы можем с вами еще, то, что можем еще с вами посмотреть, то, что мне хотелось посмотреть с вами вместе, да, да, то вот это вот, наверное, ну, хорошо, давайте мы остановим, вот, посмотрим чуть-чуть, продолжим наш разговор, который мы начали, да, вот, нужно сказать, что есть несколько вариантов написания, написания алиф, один мы здесь видим с вами перед нашими глазами, и мы можем увидеть с вами, что здесь буква ют, верхняя она больше похожа на ют, а нижняя буква, она, говорят, что ее нужно писать как далит, с одной стороны, она пока же похожа на ют, а с другой стороны, как далит, да, но если мы с вами помним образ буквы далит, то мы очень хорошо можем представить с вами, о чем, как бы, какой момент отражает это написание, да, в принципе, здесь должны быть две буквы ют, да, но нам такое написание говорит, что ют очень трудно раскрывается в материальном мире, очень трудно раскрывается под чертой, и тот момент, который, как бы, мы хотим отобразить, когда мы здесь пишем далит, что есть дверь, которая открывается, приоткрывается, и только таким образом буква ют, как бы, на мгновение бесконечность входит в наш конечный мир, да, есть, когда, буквы алиф, когда пишут перевернутую букву ют, и тем самым хотят сказать, что бесконечности в нашем мире очень трудно отразиться, она скорее отражается, как нечто зеркальное, а есть, когда пишут ют, такую же, как наверху, то есть также, точно так же направленная, да, вот, и тем самым хотят сказать, что главное в нашем мире – это все-таки найти подобие, найти прямое отражение той бесконечности, которая заходится, находится за той чертой, которая скрывает от нас духовный мир, который мы призваны с вами раскрыть, да, вот, то, что можно сказать о букве Бет, да, мы понимаем, что это, с одной стороны, рождение двойственности, но двойственности не количественной, а двойственности не количественной, а качественной, да, и одновременно совмещение противоположностей. Мы видим, да, что из одной точки, скажем, выходит прямая линия, да, и выходит линия либо ломаная, либо она изображается как, скажем, элемент окружности, можно сказать, да, во всяком случае плавная такая линия, да, вот здесь образ тоже, он такой требующий, требующий объяснения некоторого, да, что мы говорим о, о, говорим о рождении качества, да, вот, можно по-разному объяснить, да, Раби Ашлаг, да, он объясняет так, что как бы весь мир, он строится на такой дихотомии, да, на желании давать и на желании получать, да, это нужно принять к сведению, но не воспринимать как простую какую-то вещь, упрощение, да, вот, это даже, это гораздо более сложнее, чем, скажем, двойственная система исчисления, на которой строятся компьютеры, здесь момент очень сложный, да, но мы для себя можем представить себе, что образом, предварительно подходя к этому сложному понятию, как брать и давать, да, мы можем с вами представить себе, что понятие, желание давать выражается или символизируется прямой, да, а желание брать, присваивать, символизируется окружностью, да, вот, прямая, мы представляем, что прямая линия, она как бы, как мы смотрим, она должна быть направлена куда-то, она куда-то должна стремиться, да, вот, а окружность, она замкнута в себе, она все замыкает на себя, да, и здесь Бет рассказывает, вот, она стоит как бы особняком среди других букв и рассказывает о таком рождении качественного различия, да, двух желаний, желание давать и желание брать, да, вот, и они где-то, так сказать, по большому счету, они исходят из одного источника, они могут быть очень похожи друг на друга, да, когда, скажем, человек, он берет не для того, чтобы взять, а для того, чтобы установить, для того, чтобы сделать приятно другому, для того, чтобы установить общение с другим, да, вот тут может быть их совмещение, но, в принципе, они как бы указывают на прямая и кривая, да, они указывают на рождение качественного различия в этом мире. Да, мы с вами, мы с вами добрались до буквы Г, да, как начало раскрытия той же самой бесконечности, может быть, в нашем мире, после того, как она скрылась, да, как мы помним с вами, да, вдали-то ее нету, не видно, скажем, дверь настолько быстро крутится, что мы ее не замечаем, вот мы начинаем ее замечать, может быть, накапливается как бы на вот эту информацию, мы начинаем замечать эту точку, да, вот, и дальше, да, дальше есть, скажем, да, есть стремление, желание, есть стремление, желание найти эту точку не только в глубоко во внутреннем мире, в, скажем, можно сказать, условно так сказать, материальном мире, но и как-то вырваться за его пределы и найти там эту точку. Это буква ВАВ, да, буква ВАВ, да, она, как бы, да, действительно такой поиск какого-то, вот этого высокого начала, да, и не обязательно, и не, как бы, просвечивающего, так, условно говоря, через материальный мир, а где-то высокого, да, и вот буква ЗАИН мы видим, что здесь это высокое начало, оно проявляется довольно четко, оно соответствует букве ЗАИН 7, как мы представляем, оно, ее можно понять через субботу, да, когда суббота, когда мы находимся в материальном мире, и высокое начало, духовность, бесконечность, которая, скажем, за пределами материального мира, которая не имеет отношения к материальному миру, начинает чувствоваться, ощущаться здесь, в этом мире, это буква ЗАИН, да, вот, теперь, ну, может быть, мы вернемся подробнее, и можно будет, как бы, какие-то моменты еще, еще здесь вычленить, только мне бы не хотелось превращать наше изучение, изучение Тора, изучение Талмуда, в изучение букв, да, но попробуем как-то выйти из этого лабиринта, да, буква ХЭТ, она читается как ХЭТ, как грех, да, мы понимаем, что здесь есть, здесь есть ошибка, здесь есть два начала, ЗАИН и ЗАИН, есть два начала, которые мы увидели за пределами этого материального мира, мы или кто-то, или есть такая тенденция, увидеть два начала, да, какое, какое спасение от двух начал, спасение, это, да, спасение, это, скажем, да, как можно представить себе спросение, это вновь, да, вновь вернуться к, вновь вернуться к материальному миру для того, чтобы найти здесь бесконечность, как бы в глубине, и буква ТАВ указывает на этот поиск, она как бы, мы видим у нее, что она указывает, искать надо внутри, зреть, нужно в корень, для того, чтобы уйти от ощущения двух начал в этом мире, нужно раскрыть свое сердце, нужно, и нужно почувствовать, вот, единое начало, которое скрывается за этим миром, буква ТАВ состоит из двух букв, она состоит из ЗАИН и из ВАВ, ЗАИН это семь, ВАВ это шесть, сложив их вместе, мы легко получаем тринадцать, что по гематрии означает ИХАД один, и мы тем самым с вами представляем, что действительно ТАВ указывает на такой поиск единства, когда нам нужно уйти от ощущения того, что за каждым деревцем, за каждым кустом скрывается какая-то другая сила, нужно раскрыть внутри, внутри себя, вот это ощущение единства, вернуться к ощущению единства, и внутри себя, и тогда, и скажем, может быть, и во внешнем мире будет ощущаться единство духовного начала, которое есть, вот мы подошли к букве ЮД, и здесь мы, наверное, сейчас с вами остановимся, единственное, что я хочу сказать, что буквы до ЮД, они как бы указывают больше на замысел, на теорию, вот это те процессы, которые, говорит Всевышний, как бы я запланировал для человека, чтобы он искал, терял, находил разными способами бесконечность в этом мире, около этого мира, внутри себя, это я все запланировал, а дальше начинается более-менее мир реализации, потому что следующая буква за ЮД, это КАФ, КАФ это рука, рука, которая, которая начинает творить, кисть руки, то есть, если ЮД это вся рука, то КАФ это ладонь, кисть, с которой начинается дальше творение, и каким образом это творение дальше развивается, мы попытаемся с вами себе представить, а еще, как бы запегая вперед, мы сейчас не успеем, есть разговор о букве ТАФ и о Рабе Мейре, что он сделал с этой буквой, что он сделал с буквой ТАФ для того, чтобы вернуться к ощущению единого начала, как мы говорим, да, что буква ТАФ это поиск, поиск единого начала после ошибки, после того, как показалось, что есть два начала, ну, в точности просто рассказ о том, что произошло с Ильишем Бенавуе и о том, как Рабе Мейре попытался исправить его ошибку, увести от представления о том, что в мире есть два начала, вот, ну, мы, наверное, здесь с вами остановимся, если что-то хочется спросить, что-то прозвучало неясно или что-то хочется добавить, то пожалуйста, вот, но, в принципе, я боюсь, что я на сегодня исчерпал себя. Да, Радзеев, если можно, я встречал еще одно написание буквы «Хэт», оно состоит из «Вав» и «Ют», о чем это говорит? Тоже о единстве получается? Из «Вав» и «Ют», не знаю, подумаю, посмотрю. Из «Вав» и «Заин», конечно, да. Из «Вав» и «Заин», да, не знаю, подумаю, да, вот, это очень интересно то, что вы говорите, да, вот, как больше, больше встречается вот «Заин» и «Заин», соединенные сверху черточками, беру как домашнее задание. Хорошо. И еще, если можно, один вопрос. Я сегодня в одной книжке встретил упоминание о четырех алифах, которые упали во время греха Адама решен вниз. Вот, что это за история? Если вы можете узнать... Тоже я, как бы, сразу не берусь ответить. Понятно, что мидраши, мы взглядов на вещи, их бесконечно, потому что такие глобальные вещи, как грех Адама, да, вещь глобальная, и на нее можно посмотреть с разных сторон. Вот одно из представлений, что упали четыре алифа вниз. Понятия на данный момент не имею, тоже беру как домашнее задание. Хорошо. Источник вы не помните случайно? Нет, я читал Ликуте Аллахот Робинатона из Бреслова, но он там часто поменяет, как будто всем это известно. Ну, понятно, да, конечно. Вот, хорошо, хорошо. Не, не обещаю ни в коем случае, потому что мы с вами попали в такую область, понимаете. Вот, но постараюсь, принял. Значит, первый вопрос у нас про Вав и Зайен, которые составляют букву Хэт, и второй вопрос про четырем алифам, которые упали вниз во время греха Адама. Хорошо? Что-то есть еще? Равзаев, если можно, такой вопрос. Да, пожалуйста. Да, да, да. Уместен в рамках наших бесед. Вот почему первые буквы идут по 0-10 гематрии, а потом начинают уже 20, 30, 40? Могли бы пояснить, напомнить? Я очень рад. Почему-то традиция сложилась. Да, я очень рад. Традиция могла сложиться самыми разными как бы способами и постепенно, но в конечном итоге она отражает, как бы, да, Всевышний, он может проявить не все сразу, на протяжении истории приходит и к определенному начертанию буквы, к числовому значению, которое скрывается за буквами. То есть постепенно может при... Я к тому, что смыслом обязательно наполнено, несмотря на то, что у этого плана, там, скажем, у иного плана, может быть своя история, постепенное какое-то развитие. В конце концов, скажем, это не указывает на то, что это не обязательно указывает на то, что люди что-то изобрели и усовершенствовали. Есть еще, как бы, план Всевышнего. Вот. Ну, неважно, скажем, может быть, мы к этой мысли вернемся. Числовое значение, да. У нас есть единицы, у нас есть десятки, и у нас на самом деле есть сотни, потому что у нас есть буквы-софиты, до которых мы с вами еще не добрали. Софиты, буквы, которые пишутся на конце слова, то есть некоторые из букв имеют особое написание на конце слова, да, и у них значение сотен, да, у софитов значение сотен, то есть мы последнее, до которой мы с вами, да, на самом деле это начинается, да, начинается еще как бы в пределах алфавита, и куф, это уже сто у нас, да, и рэш, и шин, и тав, они имеют значение сотен, и потом эти сотни переходят, перетекают в, перетекают в софиты, продолжаются, да, что если тав, это 400, то кав, софит, это у нас 500, да, то есть идет дальше построение вот этих сотен, да, что можно сказать, примерно представить себе, да, что, скажем, есть как бы, есть как бы разные миры, естественно, что по мере приближения к материальному миру, так сказать, по мере материализации, количество увеличивается, поэтому первые буквы до Юда, как мы с вами сказали, они указывают на идею, которая, которая еще, может быть, и не реализовалась в материальном мире, да, так у них единицы, дальше мир творения это десятки, да, а вот ку, фреш, и тав, это особые, особые буквы, у них уже сотни, уже как бы некоторые следующие, некоторые следующие стадии, о которых можно поговорить, да, то есть, как бы приближение к материальному миру, так сказать, материализация, вот, она приводит к увеличению, к увеличению числа, вот, но я, как бы, все-таки с вами хотел несколько бы ограничиться в каком-то плане для начала, да, потому что тут можно уйти в самые разные стороны, но попробуем, хорошо, ладно, будем считать, что тема не завершена, мы за следующий раз попробуем продолжить, все-таки где-то мы закроем тему, не сделаем ее бесконечно, и вернемся к Талмунду, к законам субботы, ладно, я желаю всем хорошей недели, хорошего самочувствия, очень надеюсь, что мы с вами продуктивно поработали, всего-всего, самого доброго. Спасибо, Равзеев. Спасибо, Равзеев. Спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.